80 лет назад, 20 апреля, в поселке Судострой появился первый судебный участок. Его открыли при заводе номер 402. Об изменениях в правосудии за многие десятки лет расскажет Евгения Карелина. Здание на Ломоносово-107а строилось 7 лет. Изначально планировалось, что здесь появится школа. Но было принято решение, что в этом здании будут вершить правосудие. И в январе 2011 года здесь прошли первые судебные заседания. Пять лет назад в городском суде открыли музей. Сейчас здесь проводят экскурсии для школьников и рассказывают о правовой грамотности. Это одна из первых печатных машин и перо. Именно чернилами записывались дела подсудимых. Много лет назад это делали не помощники, а сами судьи. 80 лет назад в Судострой командировали Сергея Коноплева. Он один из первых вершил правосудие. Цитата из его воспоминаний. В апреле 1938 года был командирован на завод номер 402, ныне город Молотовск, для организации судебного участка и рассмотрения дел. Работа была выполнена и в августе месяце возвратился на свой участок. В 1941-м Сергей Коноплев вступил в ряды Красной армии и сведения о нем прервались. В 40-х годах в Молотовске открылись еще два участка городского народного суда. Их объединили в один лишь в 1961-м. Храм Фемиды делился и по районам, Леменский и Беломорский. Или же в 1997 году появился Северодвинский городской суд. За 80 лет сменилось 8 председателей. Александру Ананину I в нашем регионе присвоили звание заслуженный юрист России. А в 2016 году впервые городской суд возглавила женщина Надежда Курсова. Судейский корпус обновился, расширился. Произошли изменения и в кадровом составе работников аппарата суда. Но и в прошедшие годы, и в настоящее время, и в будущее коллектив Северодвинского городского суда сделает все возможное для того, чтобы достойно представлять судебную власть в нашем городе. Сейчас в Северодвинске вершат правосудие 24 судье. Праздничные мероприятия в честь 80-летия отметят осенью. Евгения Карелина, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.